Нургуль Адисова уже вошла в десятку лучших выпускников страны. Её результат на общереспубликанском тестировании – 227 баллов. Нургуль – выпускница школы имени Атамбекова из отдалённого села Кадыралы Акталинского района. Среди прочих заслуг выпускницы – призовые места на республиканских олимпиадах по кыргызскому языку и по математике. «Мне не было сложно на дистанционном обучении. На карантине я усиленно готовилась к общереспубликанскому тестированию. Я хочу связать своё будущее с IT-сферой. Хочу стать профессиональным специалистом». Радостную новость Нуриза получила утром 22 июня. Девочка узнала, что стала обладательницей золотого сертификата ОРТ. Его по южной столице получили всего два ученика. Одна из них – наша героиня. Нуриза набрала 224 балла. Сегодня она пришла на встречу с президентом. Золотой сертификат стал большим вознаграждением за неустанный труд. «Конечно, я очень обрадовалась, когда узнала, что у меня золотой сертификат. Мне очень помогли преподаватели, мама с папой, и я тоже очень готовилась. Я уже выбрала университет, где хочу учиться. Это кыргызско-турецкий университет МАНАС». Получивший наивысший балл ОРТ по республике Джайдар Нургазиев уже поступил в городской университет Гонконга. Он набрал 232 балла из 250 возможных и возглавил список сильнейших выпускников страны. Ученик лицея Сапат в Караколе рассказал, как готовился к тестированию и поделился планами на будущее. «Я получил 232 балла. Не ожидал, что это будет самый высокий балл в Кыргызстане. Я готовился к тому, что получу золотой сертификат, но совсем не был готов к тому, что получу первое место по всему, по всей республике. И я от этого очень... Вначале я был шокирован, поплакать даже успел. Благодаря тому, что я получил этот высокий балл по ОРТ, я смог поступить в сети университет. Этот университет просит ОРТ. И надеюсь, что там, отучившись, а затем отучившись в какой-нибудь более, еще более продвинутой стране, я смогу показать Кыргызстан миру». Еще один выпускник города Каракол, Дастан Акатов, тоже приехал в столицу, чтобы получить золотой сертификат. На общереспубликанском тестировании он набрал 220 баллов. «Я долго шел к этому дню. Все старания были оправданы. Я верю, что теперь, благодаря золотому сертификату, я смогу поступить в ВУЗ на программиста. Это профессия будущего. IT-сфера стала неотъемлемой частью нашей жизни. В будущем я хочу перенять опыт передовых стран в области программирования и внедрить все вновшества в сфере цифровизации у нас в стране». Связать свою жизнь с IT-сферы хочет и Сымбат Касумбекова. Но Ортона набрала 230 баллов. На ближайшие будущие выпускницы есть несколько планов. «Мне не было сложно на дистанционном обучении. На карантине я усиленно готовилась к общереспубликанскому тестированию. Я хочу связать свое будущее с IT-сферой. Хочу стать профессиональным специалистом». Алия Сарагулу набрала на Орте 231 балл. Она уже является студенткой Американского университета Центральной Азии, где будет учиться на инженера-программиста. «На тестирование Орте я получила 231 балл. И я в ближайших моих планах находится то, чтобы поступить хорошо в университет. Я поступила в АУЦА, в Бишкеке здесь. И я поступила на программу «Программная инженерия». «Мне кажется, для развития страны нужно начинать с молодого поколения, а конкретнее с образования молодого поколения. И для того, чтобы начать развивать свою страну, для начала нужно получить хорошее образование». А вот Абдрахман Абдекаимов желает внести свой вклад в развитие отечественной медицины. Выпускник Каннской средней школы номер 4 верит, что хороший результат ОРТ даст ему возможность поступить в медакадемию и осуществить свою мечту. «Я получил 216 баллов по общереспубликанскому тестированию. Сейчас я планирую поступить в медакадемию на бюджетной основе. Получил достаточно баллов по предметным тестам. И вот, в принципе, участвую сейчас в конкурсе, чтобы получить бюджетное место. Я хочу поступить на лечебный факультет по специализации либо в онкологию, либо в кардиологию». Общереспубликанская тестирование в Кыргызстане проводится с 2004 года. За 17 лет более 700 выпускников были награждены сертификатами по результатам общереспубликанского тестирования. В настоящее время наблюдается положительная тенденция увлечения числа обладателей золотых сертификатов. «Это наша, по-настоящему, в полном смысле слова, это элита наших учащихся. И они своим трудом, своими знаниями подтвердили о том, что они достойны так называться. Восемь из них, которые здесь присутствуют, они из разных областей. И это те дети, которые получили наивысший балл». «Пусть полученные вами знания и опыты будут полезны для нашей Родины», – подчеркнул президент Саддорджиапуаров. Глава государства поздравил присутствующих юношей и девушек с успешным окончанием школы и получением золотого сертификата. «Дорогие наши выпускники, я искренне рад поздравить юношей и девушек с окончанием школы. В нашей встрече я вижу, в первую очередь, официальное признание высоких результатов вашей учебы. Каждый из вас к сегодняшней победе проделал огромный путь от первоклассника до взрослого человека через тернии к звездам. «Ваши звезды – это прежде всего неустанный учебный труд, это упорство узнать как можно больше, это целеустремленность, нестандартные подходы к решению предлагаемых заданий, это желание приносить пользу Кыргызстану». Значительное количество обладателей золотого сертификата перейдут в ведущие зарубежные вузы, что-то демонстрирует значительный потенциал отечественной системы образования. Глава государства также отметил вклад учителей и родителей, оказавших бесценную помощь своим ученикам и детям в достижении сегодняшних результатов. «И, конечно, верными спутниками по школьной жизни всегда были ваши педагоги и родители. Они помогали вам постигать мир науки. Они поддерживали вас в трудную минуту. Они учили вас не отчаиваться, а идти вперед и не сдаваться». Глава государства отметил ценность знаний в современном мире. В век высоких инновационных технологий инвестиции в образование включают экономическую справедливость, сокращение бедностей, формирование интеллигенции, необходимое для развития современной политической системы, сказал президент. Он подчеркнул, что будущее любой страны – это талантливая молодежь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...